Девушки отдыхают Вот так звезду делает Сейчас будем кормить детей Иди сюда звезду Вот так Повис ребенок Он спит Эй Дети Он меня укусил Девушки отдыхают Очень добрый день Сегодня середина марта Опять у нас метет Вот опять что у нас стало Видите Ну Чего-то не так залезла Ну и так положено в середине марта Такая нормальная погода Нормальная зимняя погода Вот так вот начинается Наше утро Иду в сарай Следы У нас не видно Петляют По участку Получится следы Потом туда куда-то идут Ладно Бог с ними Иду Потому что нужно быстренько Подоить Коз Выпустить на улицу Покормить детей Козьих Подходим сюда Звездуля Здесь уже требует Вот так Звездуля делает Вот так Да Молодцы Все Ладно Всех подоила Выгнула на улицу В сарай тишина Здесь остались только некоторые Вон Сейчас будем кормить детей Иди сюда Звездуля О Вот так Вот так Вон принесла молочко Кастрюльки Начинаем кормить Сейчас пока Есть время Хоть влеплю сюда Моих птичек Потому что окоты окоты Кому-то интересно посмотреть окоты Кому-то еще чего Кому-то птичек Кому-то сыр Кому-то стройку Вот это мои перепелки Которые от первого раза я покупала Почему снимаю Потому что Уже через несколько дней Я их отсортирую Здесь всего несколько девочек И здесь Остальные самцы Мы через несколько дней У нас долгожданное событие Мы будем делать шашлыки Как же у нас дети ждут Я сто раз говорила Перепелка Это наша любимая еда Любимая Что мне предстоит Пересмотреть Отсортировать Самцов Все и мы их съедим Первая полка У меня взрослые перепелки Которые уже несутся Но их совсем немного Они недавно начали нестись Что мне нужно Я буду оставлять себе техасцев Вообще на племя Я и раньше держала техасцев Фараоны Это даже не фараоны Может это эстонцы Я не знаю Ну не определишь Они одинаковые А здесь вообще Сборная солянка Это я покупала яйцо Мне нужно было Яйцо техасца Естественно Меня убеждали Что здесь одни техасцы Вот что у меня вывелось Видите Там где-то Вон там Один манчжурик есть Фараоны Или наверное Может быть эстонцы Это вот такие Какие-то там В общем смешанные Намешанные Они уже несутся Я сказала Да Но их немножко Поэтому я Вдогонку Купила сразу вторую Партию Перепелок Вот этим Перепелятам Месяц Хотя спина лысая Не знаю что Может быть от жары Ну нет У них еще Видите Вот хорошо видно Вокруг глаз еще Желтенькая То есть они еще Нормально не оперились Вон есть такие Которые и хорошенькие Пушистенькие Вот он вот этот Который прям Лицом стоит И здесь же У меня Доминанты Несколько цыпляток Потому что доминантам Там в своих клетках Тоже тесно И заодно Показываю Такая получилась У нас клеточная Темновато конечно Не получается Не развернуться Негде Естественно Ниппельное паение Поставили пока Две емкости А почему Потому что У нас сначала Была Вот Самая нижняя клетка Сейчас Я расскажу И поэтому У нас К этой клетке Было подсоединено Одно ведро Нижняя Это клетка Вот эти две клетки Я покупала Позже И поэтому Их подсоединили К другой емкости Но муж Будет Он все хочет Хочет И никак все забывает Видите здесь Две клетки Подсоединены Он хочет Все три клетки К одной емкости Повис Ребенок Спит Он спит Эй Ой Дети Ну надо ж Такие дети Заснул Бывает Так сбивчиво Говорю Потому что я спешу Мне нужно идти кормить козлят Что у нас получилось В первую очередь Я в том году Еще покупала Клетка Брудер Это я прикрыла Этой доской Чтобы собака Когда забегает Чтобы она Не лезла Туда куда не надо Так вот Здесь у меня видите Бролики Роликом Уже места нет И месяц Это клетка Брудер Заодно покажу Там Пока горит Не пока А уже горит дневная Лампочка Инфракрасную лампу Мы уже выкрутили Так как они уже В обогреве Не нуждаются Чтоб они ее не разбили Мало ли Кто-нибудь прыгнет В две недели В три недели Они мне обгоняли таблицу И так прям хорошо Обгоняли Я не стала Каждые там Десять дней Каждую Те же неделю Две-три Взвешивать Показывать Рассказывать Какие у меня бролики Я не стала это делать Но хочу сказать Что они обгоняют И что мы будем делать Им уже месяц Сейчас через недельку Мы начнем Их потихонечку вырезать Мы не будем растить До четырех килограммов До пяти Как делают Некоторые Некоторым это нравится Некоторым так удобно Ну и ради бога Мы будем делать так Потому что Нам пока их Селить негде Нам их нужно Селить в сарай В сарай Чтобы сделать место Птичье Вообще место В сарае Сарай нужно изначально Забетонировать То есть нужно Сделать полы А не так Начать лепить клетки А потом уже Когда мы будем делать Все переделать капитально Ломать А потом опять Нет Мы хотим Кто не знает Мы успели Доделать сарай Наш козий сарай Прям вот буквально Уже зимой В зиме Мы уже доделывали То есть мы уже По бусинкам Перебежали туда с козами И там хотим Делать отделения Отдельные конечно Отделения Птичьи Для птиц Или У нас еще Осталось Достаточное количество Шпал Не или А вообще-то Мы собираемся еще Строить Продолжать сарай Именно для птиц Но пока Можно было сделать И комнатку В том сарае Ну комнатку Отделения Но опять же Чтобы сделать птицам Это же нужно сделать хорошо Чтобы никакая Никакой хищник Не проник Мелкий Крысы Хорьки Ласки Потому что если Кто-то проникнет То все хана Поэтому Вон Вон Динозавры Поэтому мы Ютимся так Не от того Что мы такие Непутевые хозяева В общем Мы их начинаем есть Но еще несколько дней Подождем Потому Как вы видите Они у нас не маленькие Есть И такие естественно Поменьше Я буду выбирать Вот это наверное К нам Который стоит Вот этот Друг Какой серьезный Прям стоит коситься Угу Там еще есть такие Они как встанут Прям такие динозаврики Мощные Вот этот Который сейчас к нам Попой повернулся В общем Бролики такие не мелкие Будем так за один раз Раз в неделю По две штучки А как раз будет освобождаться место И остальные Будут подрастать Вот таким образом Мы будем выходить из положения Так вот Идем дальше Это у нас клетка брудер Здесь вот такая Бункерная Кормушка Вообще классная Я люблю Все такие вещи Которые сразу Как набухал Чтобы И не ковыряться Потихонечку Понемножку То есть засыпать Подливать водички Бегать Менять все это Нет я люблю Вот так вот прям Есть конечно Определенные Всякие такие Недостатки Может быть даже Ну ладно В изготовлении В общем От производителя Конечно не все Есть такие недочеты Серьезные недочеты Ну ладно Пойдем дальше Но в общем Мне эта клетка брудера Она очень нравится Так вот У нас сначала была Эта клетка брудер Кстати Вот эту вот понаделала я Клетка Больше метра И там она Метр Сантиметров 50 Или 60 Я не помню точно Я специально заказывала Такую большую И перегородила На две части Мне так удобней Вот когда будет У меня Это на 50 Перепелов Клетка Когда будет У меня Песок перепелов Пользоваться Целиковым Всем пространством А вы знаете Бывает тогда Когда остается Там немного Птички И не надо Чтобы они Они такие нервные Ни к чему Чтобы они бегали Дрались во все клетки Вот я всегда В одной клетке И когда мы раньше держали Я вот так Разъединяю по частям Ну не совсем По мелким Видите Я там разъединила Вообще На эту большую клетку Шло 4 ниппеля Вот так вот Видите Я разъединила Два ниппеля Там Два там Здесь останется Отдельно Прямо Ну несколько Фараончиков Девочек Ну может одного мальчика Я оставлю здесь Немного В общем мне Вот так вот Удобно Пока у меня Перепилов мало Я уже сказал Когда Чего ты не пролезешь Ай Он меня укусил Эй Зерюга Глянь Доминант Ой я его боюсь Глянь ты какой Вообще Когда Когда будет много Самок Они будут Занимать Все это пространство Я это уже сказала Вот такая Клеточная батарея Они ставятся Друг на друга Три клетки Сюда По хорошему Можно в принципе Поставить еще четвертую клетку Это не будет высоко Это будет нормально Клеточная батарея Это конечно же Очень удобно И занимает Мало места Естественно Экономится место Это хорошо Это удобно Ну и плюс к тому Что и выглядит Аккуратно Как то так Самое главное Чтобы это было удобно И рационально В использовании Удобно И для птичек И естественно Для хозяев Потому что Немало времени Уделяешь В общем Бролером У нас пошел Второй месяц И мы будем начинать Уже У нас просто Нет места И я знаю Так делают Многие Как делают Многие Они Чтобы освободить место Они начинают употреблять Употреблять Или продавать Потому что некоторые Специально заказывают Именно Вот в таком Месячном Возрасте Так что Ну ничего Один Он естественно еще Мелковатый Один маленький Мы себе сделаем два Мы как раз Сейчас Сгруппируем их Перепел И две Штучки Броликов Сделаем И будет Замечательный Ужин Я быстренько Сделала обзор Моих птиц Еще Конечно Не всех Но уже Я не успеваю дальше Что-то говорить Что-то снимать Я убегаю Я с вами прощаюсь Всего вам доброго До свидания